Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 15 тура английской премьер-лиги Астон Вилла Лестер. Встречаются 13 и 10 команды АПЛ текущего сезона. Астон Вилла в 14 туре оказала достойное сопротивление Монсити. Стиву Джи удалось быстро наладить игру команды и против Монсити у хозяев были шансы даже на ничью. Правда первый тайм остался полностью за горожанами. Сначала Майк Дин по совершенно непонятным причинам не поставил чистейший пенальти в ворота хозяев, когда Кэш завалил свою штрафную стерлинга. Но уже в середине тайма удался точный удар у Диаша со средней дистанции, а в концовке тайма в результате молниеносной контратаки Силва забил очень красивый гол, вогнав мяч с лета под перекладину. Хозяева в начале второго тайма отыграли один гол после подачи углового и затем имели две убойные возможности, чтобы забить и второй гол. Но в первом случае мяч прошел рядом со штангой, а во втором Эдерсон выиграл дуэль 1 на 1. Лестер продолжает играть из рук вон плохо в защите. Шмейхли бедный крутится, как белка в колесе, но от защитников маловато помощи. И быть бы Лестеру с такой игрой внизу таблицы, если бы не очень удачное действие команды в линии атаки. На Сент-Мэрис гости дважды отыгрывались по ходу матчей и во втором тайме должны были брать победу, но Барнс и Варди не реализовали свои выходы один на один. Очные матчи В последних десятиочных матчах у Лестера пять побед при трех поражениях и двух ничьих. Семь из последних десятиочных матчей были на обе забьют дай, шесть на тотал больше. Последние пять очных матчей на поле Останвиллы были на обе забьют дай, четыре из них на тотал больше. Останвилла лишь в первых трех турах играла в разнобой, а потом пошла часа длинными сериями. И сейчас идет на результативной серии, последние два матча были сыграны на 2-1. В домашних играх Останвилла играет поровну, три матча выиграла, три проиграла, разок скатала ничью. После матча тотал больше и обе забьют дай, Останвилла играла такой же матч следом. Лестер в этом сезоне продолжает удивлять своей безалаберной игрой в обороне и аномально стабильно высокой и эффективной игрой в атаке. Все выезды у Лестера были на обе забьют дай, шесть из семи на тотал больше. Два выезда Лестер выиграл, два проиграл и в трех была ничья. Останвилла не играла в ничью уже последние девять текущих матчей, это много. Лестер не проиграл последние три игры, последние четыре текущие матча Лис были на тотал больше. Но в этом сезоне у Лис были более длинные результативные серии. На поле Останвиллы в последних очных матчах забивается много голов и в те и в другие ворота, при этом в последних четырех очных матчах в этой паре не было ничьих. С учетом всех обстоятельств и статистических раскладов, здесь в самый раз предложить что-то в районе 1-1. Обе команды сейчас в неплохой форме. Лестер чуть лучше играет в атаке и чуть хуже в защите. Поэтому здесь логично ждать ничейного матча. С учетом коэффициентов здесь лучше взять сторону гостей с плюсовой форой. Из связки тотал меньше обе забьют до х2, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2-0-0. На обе забьют до 1-70, на х2 1-66. Но не должен был Лестер в нынешней форме здесь проиграть. Останвилла после прихода Стива Джи выдала неплохой отрезок, но где-то больше благодаря эмоциям, которые сейчас поулягутся, а голым классом Лестер будет повыше. Поэтому х2 здесь за 1-66 смотрится очень заманчиво и перспективно. Лестер должен бы выставлять в предыдущем матче с Аутгемптон, но не повезло. На роль доходного варианта здесь можно рискнуть снова заиграть вариант нулевого матча за 2-15. Но должен же когда-то Шмейхель не пропустить. Вот это прямо какая-то навязчивая мысль, которая не прекращает преследовать Детюру в этом сезоне АПЛ. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.